Девушки отдыхают 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 не стали безработными. На этом фоне смешными выглядят страхи теоретиков от нашей экономики. Одни боятся, что хлынет иностранный капитал и скупит всю страну. Благо, условия для этого созданы. Другие еще пуще пугаются, что этот самый иностранный капитал так и не хлынет. Что ж магнитка-то не боится? Ни иностранного капитала, ни своего правительства. Молча и упорно реконструируется возводит на месте старого металлургического гиганта еще более крупную транснациональную компанию Сталь-2. Ту самую точку опоры для экономики России. Это крупная компания, которую вы создаете и все укрупняете. Это ведь, по сути дела, как бы вызов политике государства. Отдельным идеологам, да. Но не политике государства, потому что, ну, сейчас, по крайней мере, здравомыслящие люди, понимающие, что к чему. И если мы в государстве не создадим такой вот скелет мощный, с узлами крепкими, которые будут обеспечивать мощь нашего государства, то рассчитывать на то, что, значит, это броуновское движение, которое осуществляется в виде хаотичного рынка, что-то создастся, это было бы неправильно. Можно строить только свои выводы, правильно или неправильно, идем на основе вот таких крупных предприятий, как, скажем, магнитка. Если правильно, то в целом будет правильно по всему государству. Если здесь неправильная, ну, тактика выбрана, там, стратегия, то тогда и в целом, значит, на основе этого нельзя строить всю политику государства. У вас недавно избрали депутатом Совета Федерации. У вас есть в Совете Федерации единомышленники? Тех, кого я знаю, там, директоров, которые туда попали, да, это единомышленники. То есть они одной точки зрения на развитие, значит, всей деятельности в нашей стране, в том числе вот деятельности такого законодательного органа, как Совет Федерации. Из двух моментов состоит движение в жизни. Первое, вы должны создать законы, нормальные. Во-вторых, вы их должны притворить в жизни. И как же вы будете их помогать притворять в жизни? Расскажите, пожалуйста, о вот этой самой программе. Конвертер, горячий стан 2000, холодный стан 2000. Что это вообще за программа? Что она даст как магнитке, так и стране в целом? Вот что касается вообще этого комплекса, ну, так, две цифры, скажем. Япония производит холоднокатанного листа 21 миллион тонн в год, Америка 23 миллион тонн в год, Россия имеет мощности, мощности 6 миллионов в год холоднокатанного листа. Холоднокатанный лист это уровень цивилизации любого государства. Самая массовая отечественная машина Жигули, только местами отечественная. Ведь даже простое переднее крыло для Жигулей невозможно пока отштамповать из отечественного холоднокатанного листа. Качество не позволяет. Вот и приходится вывозить его из-за границы. Теоретики от нашей экономики, конечно, скажут, все правильно. Это международное разделение труда. Надо покупать на мировом рынке то, что нам нужно и поставлять на мировой рынок то, что пользуется там спросом. Правильно? Да не совсем. Что же это получается? Мы, значит, продаем на этот мировой рынок наш горячий прокат, то есть сталь. Так как она не очень хорошего качества, то у нас покупают ее задешево. А потом мы и покупаем холоднокатанный стальной лист, сделанный из хорошего горячего проката. Естественно, гораздо дороже. Кузов автомобилей, корпуса компьютеров, видеомагнитофонов и стиральных машин. Но все буквально сделано из холоднокатанного стального листа. Какие деньги мы на этом теряем? Кажется, что тут неясного? Построй себе хороший стан для горячей прокатки, хороший стан для холодной прокатки и ты кум королю. Тем более, что металлургия не та сфера экономики, в которой можно пользоваться чужими услугами. Если, скажем, мы не понравимся Америке, и она введет против нас экономические санкции и перекроет нам каналы поступления жевательной резинки, ой, мы не пропадем. А вот если Россия не получит стального листа, остановится не один только Волжский автозавод. Металлургия основа государственного суверенитета. И пока у нас нет хорошего стана для горячей прокатки, хорошего стана для холодной прокатки, кто мы есть? Поставщики сырья, металлургическая колония, которую для смеха время от времени называют империей. Где гарантия того, что стан 2000, который вы построите, будет мирового уровня? Ну, во-первых, знаменитая мировая фирма Шлеманзима. То есть у ней имя. Она зарекомендовала себя в Соединенных Штатах Америки, в Китае, в Корее, в Европе. Второе, фирма Сименс. Это главный вопрос, потому что на таких станах автоматическая система управления технологическим процессом, это главный вопрос, чтобы получить нормальный качественный лист. И ноу-хау, который сегодня, ну, это уже как технологи-специалисты, который в мире сегодня на единичных станах только работы будет полностью здесь применяться. И это будет, ну, что ли, акционерное общество, в котором какая-то часть капитала будет принадлежать России, какая-то часть комбинату, а какая-то часть иностранным представителям. Разумеется, конечно. И тогда вы будете выпускать собственный хладнокатный лист и поставлять его на мировой рынок, где уже есть поставщики этого холоднокатного листа. Насколько мне известно, сейчас вот на рынке развитых стран, промышленных, Россию просто не пускают. Почему вы думаете, что вы туда попадете? Ну, во-первых, лист конкурентно способный, а второй, надо работать. А как же? Если мы думаем, хорошо жить, значит, на рынок надо выходить, за рынок надо бороться, способы и методы разные, то есть через фирмы, через работу правительства с другими, с государствами, да, через сквоты, которые надо добиваться. Надо потихоньку, помаленьку лезть и лезть неотвратимо на внешний рынок. Все мировое хозяйство держится на крупных корпорациях. Сименс, Дженерал Моторс, Дженерал Электрик, это уже не название компаний, это скорее название государств, у которых все свое, начиная от планирования и бюджета и кончая системами безопасности. И карта мира у них своя. А у нас два года назад Егор Гайдар, бывший журналист, получил возможность навязать Россию весьма странную экономическую политику. Она формулировалась так, геиндустриализация страны, а затем повторная индустриализация с учетом требований мирового рынка. Сравните с лозунгом 1917 года, разрушен до основания, а затем, однако, уничтожить крупное производство не удалось, времени не хватило. И, судя по всему, теперь уже довести политику разрушения до конца не получится. Магнитка, например, неудержимо превращается в государство, похожее на Круп, Сименс и, возможно, в стране. И número 26. И... ... И... Продолжение следует...